Первое, что видят туристы, передвигающиеся железнодорожным транспортом, это вокзалы. Именно их здание и сотрудники – первые маркеры, по которым складываются общие впечатления о стране и людях. Сомневаться в том, что берестейские железнодорожники, как и все белорусы гостеприимные, готовы прийти на помощь, не приходится. Это аксиома. А вот вокзал города над Богом, несмотря на историческое величие, все же требовал усовершенствования и модификации. С начала работ прошло три года, и сегодня обновленный и модернизированный он уже готов принимать не только хоккейных болельщиков. Сегодня мы можем смело заявить, что поручение президента, который давал он по реконструкции вокзала железнодорожного по нашим западным городам, оно выполнено. Выполнено добротно. И еще хочу отметить, что очень добросовестно отнесись к финансированию руководителей нашей белорусской железнодороги. Ну а строительство, строителем оставалось малость. Сделать все так, как оно должно быть, и сделать тем более в установленные сроки. И надо сказать, что многие объекты, они именно введены, во-первых, не нарушая качества, и самое главное, что они очень сделаны раньше срока. И еще раз хочу отметить добротно. Брестский железнодорожный вокзал стал современнее, комфортнее и доступнее, но при этом не утратил своего исторического очарования, что очень важно для такого города, как Брест. Красивые залы ожидания, удобные пригородные и международные билетные кассы, обновленный переход между московской и варшавской сторонами. Все эти объекты одновременно и знакомы, и кажутся совершенно другими, удивляя и радуя как коренных брещан, так и гостей нашего города. Видно, что стало лучше. Вот опять-таки же появилась площадь для отдыха, поэтому я так думаю, что все, что не делается, то делается к лучшему. Здания такие, смотрятся величественные, ну и так красиво, чувствуется, что город герой, что прожита такая история своя какая-то. Чувствуется вот это. Чистенький, аккуратненький, красиво, как все в Беларуси. Основная часть работ по реконструкции вокзала позади. Осталось только обустроить зоны для отдыха пассажиров на улице, а также розничной торговлей и привести в порядок площадь возле пригородного вокзала. Но уже сегодня каждый, кто вступает на перрон Бреста Центрального, может убедиться в том, насколько порой гармонично могут дополнять друг друга историческое и современное составляющее жизни большого города.